Приветствую вас. По общему правилу, если человек отдаляется, значит, у него нарушены личные границы. То есть, человек чувствует, что на него как-то давят, на него оказывается давление, и, скорее всего, давление достаточно мощное, потому что ничего не остаётся другого, кроме как отдалиться. И если человек отдаляется, значит, грубо говоря, вас в его жизни слишком много. Ну, конечно, может быть такая история, что у него есть какие-то свои проблемы, у него есть какие-то свои трудности, сложности, да, и так далее. Это тоже может быть. Но, если говорить именно в контексте вас, да, то вас в его жизни, скорее всего, слишком много. Вот. И, соответственно, если он отдаляется, то не нужно ему мешать в этом. То есть, допустим, он хочет побыть один, да, вот. Хочет он как-то отдохнуть, может быть, от вас, а может быть и от себя, вот. То есть, на мой взгляд, вот, здесь самое главное, всё-таки не давить на него, на него. И подумать, посмотреть на то, значит, какая форма поведения, какая форма общения, да. Мужчине приятно в данный момент. То есть, вот, ключевой аспект, чтобы вы смогли ему предоставить, предоставить такую форму взаимодействия, в которой ему было бы комфортно с вами общаться. Ну, или просто взаимодействовать, да, что, в принципе, может быть похожим, да. Ну, вот. Я думаю, что так. Потом, когда немножко пройдёт время, пройдёт время, немного времени, когда пройдёт, можно будет посмотреть, чтобы, собственно говоря, есть ли возможность поговорить с человеком, то есть, разложен ли он к тому, чтобы как-то обсудить с вами, вот, вопрос отношений и так далее. Ну, это уже зависит во многом исключительно от самого человека, да, то есть, от его характера в основном. То есть, если у него есть желание, например, быть с вами, то он будет, если желания нет, то, скорее всего, не будет. И вот, очень важно, чтобы вы всё-таки, да, были готовы ко всему, чтобы вы были готовы к тому, что мужчина от вас уйдёт. Вот. Это не обязательно, что он уйдёт. Просто вам готовность поможет вести себя более независимо, что снизит давление на него, да. Вот. Снизит давление на него и обеспечит ему максимальную искренность по отношению к вам. Что касается вас, да, что касается вас, то у меня, конечно, вопрос к вам, да. По какой причине, а точнее, может быть, даже, что именно волнует вас в этой ситуации? То есть, чем для вас лично так опасно отдаление мужчины? Как вы его отдаление воспринимаете? Вот об этом именно вам нужно подумать и, возможно, на эту тему поговорить с психологом, потому что от вашего поведения тоже много чего зависит. Отношения строят двое людей, и если человек начал отдаляться, значит, что это были объективные причины, и в том числе объективные причины, скорее всего, связаны и с вами в том числе. Поэтому вам важно со своей стороны именно сделать все, чтобы с вашей стороны отсутствовали какие-то, ну, негативные, может быть, проявления, да, чтобы вы своим поведением мужчину не провоцировали. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!